Мы продолжаем наши беседы по пророческим книгам и по книге пророка Иеремии. В прошлый раз мы говорили о том, за какие великие и страшные грехи обличает Бог устами пророка Иеремии и еврейский народ. Мы их перечислили и вкратце их указали. И очень в этой ситуации важно знать, то есть если особенно когда мы читаем книгу пророка Иеремии и мы понимаем, что наше общество столь же порой нездраво, столь же духовно больно, что естественные нормы человеческой жизни у нас попираются или совесть в чем-то нас обличает за те или иные грехи. Что же нам делать, если мы по какой-то немощи, если мы по какой-то слабости или по ошибке или еще по каким-то причинам попадаем в те же самые обстоятельства, попадаем в те же самые грехи, за которые так сурово обличает Господь еврейский народ. Что же нам делать? И пророк Иеремии, или лучше сказать Бог, который на самом деле скрыт за каждым словом пророка Иеремии, потому что никогда не надо забывать, что когда мы говорим, пророк Иеремия сказал, это имеется в виду изречение священного писания, и стало быть подразумеваемо, что изрек эти слова Святой Дух. Так вот, Господь не оставляет без ответа, без своего ответа на это вопрос, на это вот смущение, что же мне делать, если все-таки я те или иные грехи делаю. И ответ этот такой, когда пророк Иеремия перечисляет все вот эти преступления еврейского народа, перечисляет все вот эти грехи, идолопоклонство, перелюбодейство, лицемерие, лживый неправедный суд, обиду пришельцев, незаступление за вдову и прочие другие грехи. Он говорит, что на самом деле есть грех еще более страшный, еще более худший, чем все это. Грех, который является фактически окончательной погибелью человека. То есть, по мысли Священного Писания, не сам по себе, как тот или иной грех является действительно смертельной опасностью для человека, потому что в любом грехе известно, можно раскаяться, можно покаяться. Мы знаем, что царь и пророк Давид совершил вот тяжкие, два тяжкие греха. Смерт на грехах, как бы мы сказали, прелюбодейство и убийство. И тем не менее, не только не был наказан смертью, не только не был умершлен, но и не был отринут от Бога, сохранил себя в благодати Святого Духа, и Бог на него не разгневался до конца, милости своей от него не отнял. Так вот, грех, который хуже всех этих грехов, это упорство человеческого нераскаянного сердца. Как говорит Господь, обличая еврейский народ, главнейший ваш грех, это то, что вы говорите, что мы не согрешили. Вот, в частности, во 2 главе, 35 стихе, так говорит Господь. Вот это является упорство человека в том, что он на самом деле не грешник. Он творит явное беззаконие, он явно презирает заповеди Божии, он явно презирает естественные заповеди человеческие, он явно нарушает то, без чего общество, государство, семья жить существовать не может, и при этом говорит, я ничего особенного не делаю. Я такой же, как все, никакого греха в этом нет. Так все живут, так все делают. Это норма жизни. Как, в конце концов, жители Содома, погружаясь в совершенные нечестия, и они тоже говорили и утверждали, ничего особенного мы не делаем. Такие, как все. И действительно, пожив с ними какое-то время, или просто на этой земле, жители, еврейский народ, израильтяне, население колена Вениаминова в очень скором времени стало совершать практически то же самое. И не думать, что она совершает нечто какое-то из ряда вон выходящий грех. Вот это самое страшное, что может сделать человек запереться в своем сердце, в своей нераскаянности, сказать, я не грешу, я ничего плохого не делаю, все у меня нормально, я никаким своим поступком ничего не нарушаю, никого не оскорбляю, никого не нежаю, это обычный ход вещей. Вот это и взывает, именно это состояние сердца, которое выражается в этих ли мыслях, или в каких-нибудь других мыслях, но именно это состояние сердца и взывает к тому, чтобы Господь как-то вмешался в жизнь этого человека, или в жизнь этого народа. Именно потому, что он уже иначе, какими-то намеками, какими-то полумерами, какими-то частными наказаниями, частными вразумлениями, народ уже невозможно его наставить, образумить, вразумить, потому что он не желает вразумляться. Например, в эпоху судей тоже еврейский народ уклонялся в разное нечестие, тоже творил разное беззаконие, но стоило только прийти к каким-нибудь филистимлянам, или мадеонитянам, или аммонитянам, соседним племенам, и унизить, поработить, пригнуть шею этому народу, как тотчас же он раскаивался, народ в страхе, и в слезах, и в жутком трепете, и говорил, прости нас, Господи, мы согрешили, мы виноваты, мы нарушили все твои заповеди. И в ответ на это сокрушение, и этот вопль о милости и о пощаде, Господь посылал избавителя в виде какого-нибудь судьи, воина, старца, или даже женщины-пророчицы, для того, чтобы они избавили его народ от притеснителей. А вот во времена Иеремии еврейский народ достигал такого состояния, что сколько его ни наказывай, он не хочет даже вразумляться. От него отрезали один кусочек за другим, территории падают и захватываются одна за другой, и тем не менее ни царь, ни народ не собираются признавать свои вины перед Богом, не собираются раскаиваться, даже когда приходит пророк Иеремия и обличает, и говорит, том и том и том, вы виноваты, в том и том и том надо исправиться. Они говорят, нет, мы тебя не послушаем, и как делали, так и будем делать. Вот это вот упорство сердца, нераскаянность сердца, вызывает к тому, чтобы мера наказания, она была вот именно сверх всякой меры, чтобы народ, с народом должно произойти что-то такое чрезвычайно необычное, чрезвычайно страшное, так чтобы, как об этом сказано у пророка Иеремии, чтобы видящие и проходящие мимо этого пути покивали головами и еще через столетие сказали, смотрите, что сотворил Бог со своим народом, смотрите, что значит не слушаться глаза своего Бога. Так оно и получилось, действительно, наказание было столь суровым, столь жестоким, столь сильным, столь весомым, что и плод покаяния практически сразу созрел в среде этого народа. В частности, вот мы будем чуть позже говорить о книге пророка Даниила, там упоминается история трех отроков, которые были брошены в печь Вавилонскую за то, что не согласились почитать иного Бога, кроме Бога Израилева. И вот будучи брошены в печь, они и будучи приведены на суд к царю Навуходоносору, тому самому царю Навуходоносору, который и взял город Иерусалим, и это те самые три отроки, которые были выведены в плен из этого самого Иерусалима. То есть это вот буквально плоть от плоти жителей Иерусалима, с которыми беседовал пророк Иеремия. И вот они, встав перед царем или поя песни, говорят, мы согрешили, мы беззаконно были, мы творили неправду при лице Бога, и за это Он сотворил с нами то, что сотворил. Мы виноваты во всем и не можем оправдаться никак. То это первейший плод покаяния, который был принесен израильским народом совсем через немногое время после того, как город Иерусалим был разрушен. Ну и потом, как мы уже не раз говорили о том, когда через 70 лет народ израильский вернется на свою родину, на свою землю, обетованную круином Иерусалима, они уже никогда не будут поклоняться идолам, они вразумятся и научатся этому действительно вот всеми силами своей народной души. Но пока во времена пророка Иеремии они уперлись и говорят, мы не согрешили. Это действительно смерть души, потому что душу убивает не сам грех как таковой, душу убивает нераскаянность. Вот вспомним, например, историю первозданного Адама. Адам согрешил, потому что Ева дала ему плод и он ел. Но когда в рай входит, вступает Господь, Адам от него прячется, его обличает совесть, ему стыдно смотреть на Бога. Таковы последствия грехопадения. Он боится, он сознает свой грех, впервые сознает стыд и впервые сознает страх перед Богом. Этот страх, в конце концов, и начнет разрушать нас раньше, чем все остальное. Вот такое последствие греха. И когда Господь взывает к Адаму, приглашает его именно к этому исповеданию. Адам, что ты сделал? Как получилось, что ты вот сейчас в таком состоянии? И Адам, вместо того, чтобы пасть перед Богом и сказать, я согрешил, Господи, я нарушил то, что ты мне сказал, он сваливает всю вину на жену. И таким образом отказывается от возможности покаяния. Он отказывается, ему еще открыта дверь, открыта маленькая створка, еще возврат назад возможен, только надо раскаяться, сразу прибежать к милосердному Богу и сказать, я согрешил, я виноват, я больше так не буду. И, возможно, история была бы иная. Но Адам уперся, ожесточился. Он не хочет признавать своей вины. И поэтому процесс грехопадения стал необратимым. Сравним Иуду, апостола Иуду и апостола Петра. Согрешили оба. Кто-то меньше, кто-то больше. Но в целом грех и того, и иного предательства. Они отреклись так или иначе от Господа. Конечно, мера у них, так сказать, количество этого предательства, все-таки у Иуду несравненно больше, но акт отречения совершили и тот, и другой. Но один, осознав, что сделал, хотя и он был орудием промысла Божьего, осознав, что сделал, он отчаялся, не захотел раскаяться, пошел и удавился. Апостол Петр тоже мог раскаяться, то есть тоже мог отчаяться, тоже мог впасть, как бы сейчас сказали, в депрессию, мог бы убежать, найти место, где бы он никогда не встречался с Господом, но ведь он делает совсем не так. Наоборот, когда он не стоит при кресте, ему стыдно, он боится, говорит, на Бога, но когда приходит первое только известие о том, что, возможно, Господь воскрес, он не пытается запереться в какую-нибудь дальнюю комнату, он не пытается убежать из Иерусалима, он не пытается скрыться от глаз Господа, наоборот, он первый бежит ко гробу, чтобы видеть его, потому что сердце полно раскаяния, и как только он встречает Бога, он не сразу вот именно это раскаяние Богу приносит, что я согрешил, я виноват, я немощен, я человек, прости меня. Вот это является раскаянность и нераскаянность человека, ожесточенность человеческого сердца является тем главным элементом, на котором созидается вся духовная жизнь человека. Совершенно не случайно святые отцы говорили в своих писаниях, в которых заложили фундамент правильной духовной жизни, они говорили, что самоосуждение и самоукорение есть основа всякого правильного духовного устроения, и вне этого невозможно ничего сделать, ничего невозможно достичь. Как говорил Пимен Великий, он сказал, что тот, кто на всяком месте обвиняет, что бы ни случилось, себя самого везде устоит. То есть какая бы буря внешняя, внутренняя, греховная, духовная, телесная, человеческих искушений не свалилась бы на человека, но если он корень всего этого зла будет видеть сам в себе, себя осуждать, себя укорять, в себе видеть недостаток и причину происшедшего с ним зла, он устоит и выдержит, и дух его не поколеблется среди этих искушений. А если он будет обвинять других, искать причину зла в других, то он, несомненно, всегда потеряет тот стержень, ту опору, на которой созидалась его духовная жизнь. Поэтому не случайно и Христос, когда приходит, он говорит, покайтесь, приблизилось Царство Небесное, покайтесь в смысле именно осознайте свой грех, измените себя, чтобы изменить себя, надо, несомненно, осознать свой грех, измените свою жизнь, обратитесь ко мне, и все изменится в вашей жизни. Вот это покаяние, оно является тем фундаментом, на котором устроится правильная духовная жизнь. Опять-таки, вспоминая слова апостола Павла в 11 главе послания Коринфянам, где он говорит, что по поводу причащения святых тайн Христовых, тела и крови Господней, он говорит, что если бы мы судили сами себя, то есть причащаясь, если бы мы проводили себя через суд и судили сами себя, то не были бы судимы с мир. То есть мысль апостола, собственно говоря, является тем основанием, на котором в практике церкви узаконена как норма исповедь накануне каждого причащения, именно возможность человека пройти через самоосуждение. Да вообще исповедь это и есть некоторое добровольное претерпевание страшного суда до самого страшного суда. И вот человеку выставление себя на некоторое позорище, самообличение, то есть действительно некоторый суд над собой, он необходим для того, чтобы каким-то образом, вот этим самым образом, избежать действительно того самого страшного суда, который несомненно будет, потому что однажды каждый человек узнает правду о самом себе, узнает все и увидит все то, что он сделал в жизни. И у человека есть возможность избежать этого через добровольное самоосуждение. И если человек избегает действительно очень правдивого взгляда и правдивого суда над самим собой накануне причащения, то, несомненно, поскольку причащается человек тела и крови Христовой и причащается он истины и света, несомненно, этот свет и истина обличит его и покажет ему неправду, его сердце. То есть проведет таки его через суд, который он сам добровольно отказался произвести над своей душой, над самим собой в рамках исповеди. Поэтому так и получается, что люди, если они не могут сами себя судить или не хотят, или не могут, то после причащения с ними часто происходят разные искушения, недоумения, смущения, порой падения, именно для того, чтобы успеть этим людям показать, какие в них недостатки, какая в них грязь, какая в них на самом деле скверна, чтобы человек осознал это и в следующий раз, приходя на исповедь, действительно произвел над собой суд, осудил себя, не закрылся. Именно способность человека судить самого себя является тем, той маленькой лазейкой, той маленькой возможностью, маленькой лесенкой, через которую с ним доступна благодать Божья, доступен, имеется доступ к Богу. Вот это то, без чего нет необходимое условие нормальной духовной жизни. Ушло это, ушло все остальное в духовной жизни. Поэтому не случайно, порой может показаться странным это людям, только входящим в традицию православной церкви, но на самом деле вот это фундамент. Все святые отцы говорят о том, что без покаяния и исповеди, без самоосуждения и самоукорения никаких иных плодов духовной жизни достичь невозможно. Да, собственно говоря, даже здравым размышлением понятно, что только это является основой смирения. Но гораздо важнее понимать другое, что через это и только через это мы сохраняем себя хоть в какой-то благодати Божьей. Как только мы стали запираться, оправдывать сами себя, таким образом источник благодати, которым мы жили, пресекается и вполне возможно, что мы услышим над собой суд Божий, только потому, что отказались судить сами себя. И вот, как говорит пророк Иеремия народу, Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи возвратись отступница дочь Израилева, говорит Господь, и я не залью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать, признай только вину свою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовалась чужим под всяким ветвистым деревом, а глаза моего вы не слушали, говорит Господь, возвратитесь дети отступники, говорит Господь, возвратитесь мятежные дети, и я исцелю вашу непокорность, вот мы идем к тебе, ибо ты Господь наш, поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор, от юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их, мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили перед Господом Богом нашим. Вот буквально возвратитесь ко мне, или как говорится по-славянски обратитесь ко мне, поверните ко мне свое лицо, вот так воспринимается в таком поэтическом образе воспринимается отношение между Богом и человеком, если человек запирается и говорит я не грешен, он поворачивается к Богу спиной, если человек хочет изменить отношение к Богу, он поворачивается к нему лицом и только с одной мыслью, Господи, я грешен, я весь наг и жалок и греховен и спорчен и нет во мне никакого благого дела. Так жили святые отцы, такие проникновенные слова можно встретить у каждого из святых отцов, так возвращается блудный сын к отцу именно исповедуя свой грех и ни на что иное кроме как принять его в этом покаянии он и не рассчитывает. И вот этот образ блудного сына не случайно он так был возлюблен церковью Христовой и является очень емким образом, любимым образом для очень многих христиан и для святых отцов именно потому что он является именно таким типом символом в котором как в зеркале видна основа того правильного устроения духовного правильных отношений с Богом которое требуется от всякого человека обращающегося к Богу это в первую очередь признать свою вину и вот тут в только что прочитанном отрывке есть очень важные слова возвратитесь говорит Господь мятежные дети и я исцелю вашу непокорность что значит я исцелю вашу непокорность вот это и есть тот ответ через пророка Иеремию с которого мы собственно говоря начали нашу беседу что как быть человеку если он все-таки согрешил и ответ на языке пророка Иеремии звучит так надо обратиться признать свою вину исповедовать Богу свой грех исповедовать свою неправду все свое зло которое мы в себе видим и увидим еще и когда мы с такой мыслью приходим к Богу он снисходит нам приходит к нам касается нас и исцеляет нашу непокорность каким образом во времена пророка Иеремии это было недоступно невозможно но в том и состоит заслуга подвиг дар Христа что он своим приходом своим делом своим служением своей миссией он исцеляет человеческую непокорность он дает новое сердце он заключает с человеком новый завет и суть этого завета именно в том что человек получает новое сердце в котором нет непокорства в котором нет протеста против Бога сердце которое готово и способно исполнять заповеди Божьи способно любить Бога вот как говорит об этом пророк Иеремии вот наступают дни говорит Господь когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет не такой завет какой я заключил с отцами и в тот день когда взял их за руку чтобы вывести их из земли египетской тот завет мой они нарушили хотя я оставался в союзе с ними но вот завет который я заключу после тех дней говорит Господь вложу закон мой во внутренности их и на сердцах их напишу его и буду им Богом они будут моим народом и уже не будут учить друг друга брат брата и говорит познайте Господа ибо все сами будут знать меня от малого до большого говорит Господь потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не вспомяну более то есть вот эта возможность нового сердца она дается только благодатью святого духа который все мы получаем в таинстве крещения таинстве миропомазания новый дух дает дух святый дает нам новое сердце он изменяет всю нашу душу и делает наше сердце способным быть местилищем Бога и никак иначе то есть суть этого только что прочитана отрывка в том что Господь на человеком который считает себя грешными он им дает обетование святого духа уже тогда во времена ветхого завета он обещает им дар святого духа то есть домостроительство святого духа это такой же замысел Божий издревле бывший в нем как и пришествие Иисуса Христа и само пришествие Иисуса Христа само собой предполагает и пришествие сошествие святого духа и организацию церкви и спасение в этой церкви через принятие святого духа человечества и в этой церкви Субтитры создавал DimaTorzok